Всем здорова! Давайте поговорим про вещи в геншине, которые в меру своей ненадобности или редкости давно вышли из обычного обихода работяг, и вспоминать о них приходится крайне редко. И многие из этих вещей крайне полезны, но даются раз в сто лет после восхода красной луны на востоке и трёх ударов в ладоши на севере, поэтому забыть о них нет ничего постыдного. И пока мы начинаем, ты не забудь подписаться на канал. Поехали! Дубина переговоров, это конечно хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет геншин дроп. На геншин дроп ты всегда можешь выбить примагемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примагемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучей примагемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделает ещё проще. На сайте честная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать. При выводе достаточно вести только уид из игры. Но и это ещё не всё. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждёшь? Ставь ролик на паузу и бегом на геншин дроп. Ссылочка в описании. И начнём мы, пожалуй, с самой редкой вещи в геншине. Короны. Используются короны для улучшения талантов до 10 уровня. Но, как говорится, самая сильная карта какая? Правильно кредитная. Вот только не в этом случае. Вы можете выбить Сяо С6. Вот только если вы распылили короны куда попало, он всё равно будет у вас недокачанным. А даются они только при выходе новых регионов в древе и определённых крутых ивентах. Так что забыть про короны, чтобы не всрать их просто так, это абсолютная норма и правильное решение. У меня, например, за всё время игры было только 20 корон. И вроде это много, вот только на одного героя тратится 3 короны. Постоянно играбельных героев у вас как минимум 8. Для двух пачек в бездне, а ещё они постоянно меняются. Так что если ты вдруг не забыл про короны, желательно сделай это. Вторая забытая вещь – лира. Когда-то, когда Геншин был совсем юный и только-только вышел, Михуё решили удивить игроков, давая за ивент лиру. Её главная суть была в том, что она распределена на ноты. И вы могли, зная ноты песни, сыграть абсолютно любую мелодию. На тот момент конца и края хайпа лиры не было предела. Тысячи роликов на ютубе с переигровкой любых треков, которые собирали миллионы просмотров. Но постепенно это начало надоедать людям, и хайп лиры полностью сошёл на нет. Нет. Игроки и контент-мейкеры полностью забыли о существовании этого предмета. Даже при учёте, что теперь её может купить абсолютно каждый, даже не дожидаясь ивентов. Третья забытая вещь – различные виды кулов. Думаю, каждый из вас вспомнит, как бегал по открытому миру, прокачивая башню архонтов. Притом, запрятанные они настолько глубоко, что без интерактивной карты и не разберёшься. Но как же их вообще можно забыть? Да вот дело не в них, а в том, что после максимального улучшения башен архонтов, у вас остаётся по одному кулу каждого региона. Притом, зачем они вообще нужны, я думаю, даже сотрудники Михуё вам не ответят. Но, наверное, чтобы когда вышли уже 100 следующих регионов, ваш инвентарь был полон этими бесполезными стекляшками, которые просто валяются без дела. Четвёртая забытая вещь – напоминание о победах над боссами. Я уверен, что 90% ребят не то чтобы забыли об этом, а даже не знали. Но после прохождения определённых сюжетных боссов, вам дают напоминалочку в инвентарь с историей босса и напоминанием, что вы молодец. Притом, эти вещи не несут никакой фактической ценности, но они легендарные и пятизвёздочные. Довольно приятненькая штука, которая может откинуть вас в прошлое, когда вы были ещё совсем новичком, а не смешариком, как сейчас, и напомнить о битвах, которые вы прошли. И последние забытые вещи – да, именно вещи, а не вещь – это вещи для чайника. Сейчас 1% архитекторов, которые пухляша видят чаще, чем солнечный свет, уже начинают пищать в комментариях, что такое забыть невозможно. Но остальные 99% игроков, когда видят сундук с предметами для чайников, обычно идут мимо. Пусть враги себе его оставят и сами отстроят себе хату, а меня в это не втягиваете. Ведь рубить деревья – это очень весело, просто кайф. Так что вещи из чайника официально самые забытые во всей игре. И если вы сможете назвать каждый из них, ну, я не знаю, идите на улицу, погуляйте. Спасибо, что смотрел ролик до конца, и специально для тебя анекдот. Профессор логики не переживал, что Олег утонул, потому что утонувший не умел плавать. Продолжение следует...